Действия США по выходу из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности противоречат интересам стратегической стабильности во всем мире. Такое заявление сделали в нашем МИДе. С сегодняшнего дня Вашингтон приостановил свое участие в договоре, который считается одной из основ современной системы международной безопасности. Какова реакция в мире и что дальше, выясняла Юлия Ольховская. Москва будет противостоять деструктивным шагам США в сфере ядерных разоружений. В нашем МИДе довольно жестко отреагировали на заявления Вашингтона о приостановке участия в договоре о ракетах средней и меньшей дальности. В бездоказательной, но подчеркнутой безапелляционной манере Вашингтон игнорирует цивилизованную практику межгосударственного общения и переговорного урегулирования возникающих вопросов. Вызывает глубокое сожаление, что нарочито менторская манера подачи и вольной компиляции своих домыслов стала уже традицией для США. Администрация Дональда Трампа не изменяет своей привычке. Сначала президент США выпускает вот это заявление для прессы, в котором грозится, цитата, «разработать варианты военного ответа на угрозу со стороны России после окончательного выхода из договора». А уже через полчаса представитель его же администрации на брифинге уверяет прессу, США не собираются производить и размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности. Едва в Белом доме успели заверить журналистов. Проблема договора делая исключительно двух сторон, США и России, сам Трамп с новым заявлением. В Вашингтоне хотят новый договор с новыми участниками. Я рассчитываю на то, что мы сможем собрать всех в одной большой и красивой комнате и заключить новое соглашение, которое будет гораздо лучше. Кого всех, американский лидер не уточнил. Но речь, судя по всему, о Китае. Ракеты средней и меньшей дальности – основа сил ядерного сдерживания Поднебесной. Они теоретически могут долететь до американской военной базы в Тихом океане. Специалисты по вопросам обороны говорят, что США хотят выйти из договора и для того, чтобы свободно размещать ракеты в Восточной Азии в целях противостояния Китаю, который договора не подписывал. Выход из договора позволит США ответить на милитаризацию Пекина в Южно-Китайском море и при этом состязаться с Россией. Пусть даже ценой развязывания новой гонки вооружений. Вашингтон действует в трамповской бизнес-манере. Обостыть ситуацию до предела и потом требовать подписания нового выгодного для себя соглашения. Но это не торговые войны. Речь о реальном оружии. Как подчеркнули в нашем МИДе, США последовательно демонтируют архитектуры международной безопасности и пытаются навязать миру свои правила. Американский эстеблишмент, американские технократы просто до маниакальности одержимы идеей изменения стратегического баланса между США и Россией в свою пользу. Американцы считают, что с помощью системы устрашения они смогут, по крайней мере, сохранить свое лидерство, либо снизить темпы падения влияния Америки в мире. Договор о ракетах средней и меньшей дальности Рейган и Горбачев подписали 32 года назад. Это один из ключевых документов о разоружении Европы. США убрали из Старого Света свои першинги. Советский Союз — пионеры. Договор назвали символом окончания холодной войны. Доверия в мире больше нет. Дональд Трамп сделал Европу разменной картой в отстаивании своих интересов. Теперь европейские руководители пытаются усидеть на двух стульях. Вслед за Трампом обвиняют Россию в нарушении договора, но в то же время призывают его сохранить. Чего мы точно не хотим увидеть, так это превращение нашего континента снова в зону боевых действий или места, где сверхдержавы противостоят друг другу. Это должно остаться в прошлом. Через полгода США намерены окончательно выйти с договора. В Москве всегда призывали к переговорам. Однако Белый дом предпочел язык ультиматумов. Два месяца назад госсекретарь Помпео потребовал уничтожить российскую ракету 9М729. Американцы считают, что она относится к тому классу, который запрещен договором. В нашем Минобороны пошли на беспрецедентный шаг. Показали ту самую ракету журналистам и военным атташе иностранных посольств. Однако представители стран НАТО мероприятие проигнорировали. Из Вашингтона продолжают звучать голословные обвинения. И нет ответов на российские претензии. Американская система ПРО в Восточной Европе оснащена пусковыми установками двойного назначения. В корабельных комплексах ИДЖИС, размещенных на земле в Восточной Европе, можно запускать крылатые ракеты «Тамагавки» — это прямое нарушение договора о ракетах средней и меньшей дальности.